Казачество Кубани Казачество Кубани Казачьи Сегодня численность кубанского казачьего войска составляет 53,5 тысячи человек. Казаки и дружинники служат на заставах погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю, помогают полиции на объектах транспорта и обеспечивают правопорядок в общественных местах. Ну и разумеется, без казаков в регионе не проходит ни одно значимое мероприятие. Одно из последних – 28-я годовщина реабилитации казачества. В Краснодаре состоялся торжественный парад. Казачьи Участие в параде приняли 5 тысяч казаков. Чеканья шаг они прошли по главной городской площади. Собравшихся приветствовали почетные гости. Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Для Кубани казачество всегда было неотъемлемой частью жизни. История Кубани и казачества полна славных и героических страниц. Благодаря усилиям казаков Россия прирастала своими территориями, осваивались и заселялись новые земли. И главное – казаки всегда стояли на страже рубежей нашего Отечества, укрепляя государственность, заботились о духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Сегодня вы продолжатели славных традиций. Кубанское казачье войско – самое многочисленное, самое организованное казачье войско в стране. Вы патрулируете улицы наших городов и станиц, охраняете школы и детские сады, растите хлеб на своей земле, участвуете в управлении муниципальными образованиями. От вашего образа жизни, от вашей активности и результативности на службе, на работе, в учебе или дома, зависит, пойдет ли за вами молодежь Кубани. Будете ли вы являться для нее образцом для подражания, поверят ли в вас жители края. На вас сегодня смотрит Кубань, на вас сегодня смотрит Россия. Служите во имя процветания Кубани ради мощи, благополучия и величия нашей великой державы. В параде приняли участие районные казачьи общества, казачьи кадетские корпуса и даже десантники воинской казачьей части. Перед началом прохождения парадных расчетов на площадь вынесли регалии кубанского казачьего войска, в том числе и жалованную грамоту Екатерины II. Возвращенное казачество – реальная сила. Люди поверили нам, почувствовали в казаках крепкую опору. Этот авторитет стоил нам больших трудов и мы не должны его потерять. Каждый день казаки Кубанского казачьего войска с честью продолжают нести все виды государственной службы. Совместно с полицией охраняют покой граждан. Под защитой казачьих охранных предприятий находится уже почти 2400 социальных объектов. За последние три года больше 10 тысяч молодых казаков и атаманов пополнили ряды кубанского казачьего войска. В кадетских корпусах и казачьих классах обучаются около 90 тысяч детей. Участниками парада стали и сочинцы – воспитанники 83-го детского сада казачьей направленности. Приглашения юные казачата получили лично от вице-губернатора Николая Далуды. Атаман кубанского казачьего войска посетил сочинский садик и подарил ребятам кители и шашки. Там же Далуда отметил, что в Сочи учебных заведений казачьей направленности должно быть больше. Именно с этого детского сада в Сочи началось воспитание в казачьих традициях. Группа казачьей направленности здесь появилась в 2009 году. Теперь детский сад официально стал казачьим образовательным учреждением. Здесь дети из подготовительной группы знакомятся с историей и традициями казачества, изучают кубановедение и основы православия. Во дворе 83-го детского сада все стилизовано под казачий быт. Одна из групп стала казачьей хатой. Здесь есть огород и даже небольшая часовня. У нас одна была группа. Сейчас мы планируем весь старший возраст уже сделать. Каждый по-своему будет работать в направлении. Все будут работать в группе по-разному. Не обязательно только в одном ключе, как сейчас, с различными уклонами. У нас есть программы рецензированные. У нас есть методика, как это все проводить. И наш региональный компонент мы будем включать уже и в тех группах. В прошлом году Николай Далуда впервые посетил этот детский сад и был приятно удивлен тому, что казачье направление объединило не только детей, но и родителей. Меня удивило настолько вот эта идеология, вот эта культура, вот эти традиции, вот эти обычаи, которые, конечно, это благодаря руководству, прежде всего, детского садика. Вот, но это исторически не характерно для города Сочи. Почему вам? Вот почему вам интересно? То, что, может быть, где-то в семье можно упустить или жизнь-то какая? Все работают, работают. Где-то не объяснить ребенку, где-то упустить. То садик вот с самого начала не вырастет 18 лет умный, толковый парень, герой. Это все идет из, ну как, с пеленок. А скажите, дети сюда с удовольствием? Да. Бегут. А бегут дети за новыми знаниями, которые они получают в игровой форме. Например, вот такими мини-постановками. Как казаки получили грамоту от Екатерины на владение землями, теперь знает каждый воспитанник группы. Вице-губернатор поставил перед местными властями задачу на ближайшую перспективу сформировать полноценные казачьи школы и детские сады в каждом районе города. Пока же в Сочи одна казачья школа, десятая, а также 29 казачьих классов. А это более тысячи детей. Сейчас рассматривается вопрос о присвоении статуса казачьей одной из хостинских школ. Всего на территории края в ближайшее время казачьими станут 8 образовательных учреждений. Это по-настоящему именно является государственной задачей воспитания подрастающего поколения в духе любви к своей родине, к великой матушке России, и которой готовы в любой момент встать на ее защиту, если потребует та или иная ситуация или обстановка. Так вот я хочу, чтобы как можно больше было и казачьих школ, и, конечно, казачьих классов. Что касается детских садов, то пока их в регионе всего три. В станицах Павловская, Ленинградская и в Сочи. А вот в казачьем кадетском корпусе количество учебных мест увеличилось вдвое. На Кубани после реконструкции торжественно открыли кадетский корпус имени сотника Михаила Чайки. Общая площадь учебного заведения выросла с полутора до семи тысяч квадратных метров. На торжественную церемонию в станицу Бринковскую приехали генеральный прокурор России Юрий Чайко, вице-премьер страны Алексей Гордеев, первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, зам генпрокурора страны Андрей Кикоть, а также прокурор Краснодарского края Сергей Табельский и глава Кубани Внямин Кондратьев. По словам генпрокурора, казачий кадетский корпус, который носит имя деда Юрия Чайки, сочетает в себе высокотехнологичность и приверженность традициям. Обучение в казачьем кадетском корпусе будет в равной степени способствовать духовно-нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию их в духе славных традиций кубанского казачьего войска. Развитие казачьего образования является продолжением великого дела, за которое мой дед отдал жизнь. В современной России казаки стали реальной силой, способной решать вопросы государственного и местного значения в интересах Родины. Сделано все, чтобы вы, дорогие кадеты, имели возможность в полной мере посвятить себя образовательному процессу, а преподавательский состав – воспитанию достойных сынов нашего Отечества, настоящих патриотов нашей Родины. Это только начало нашей большой работы. Фонд и дальше продолжит свою деятельность, и в этом году уже будет выделено порядка 30 миллионов рублей уже на развитие самой станицы Бриньковской. После реконструкции общая площадь казачьего кадетского корпуса выросла с полутора до семи тысяч квадратных метров. В результате более чем вдвое увеличилось количество учебных мест. 125 воспитанников будут заниматься в современных классах, которые оборудованы по последнему слову техники. В здании появились универсальные спортивные залы, медицинский блок и просторная жилая зона. Как отметил Вениамин Кондратьев, открытие нового корпуса поспособствует становлению казачества на Кубани. Этап восстановления казачества благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и становления казачества совершились. Следующий самый главный и важный этап – это развитие казачества. Развитие казачьей экономики – вот это сегодня стратегическая задача. А для этого нужны кадры, высокообразованные, те, кто сможет на самом деле создать казачью экономику. Мы, друзья, верим в вас, в вас, молодые мальчишки, кадеты, что за вами будущее и Кубань будет в надежных руках. Казачья культура тесно связана с развитием духовности. Генеральный прокурор страны и глава Кубани приняли участие в церемонии передачи частицы мощей святого преподобного Серафима Саровского. Они будут храниться в храме великомученика Георгия Победоносца. А после участники церемонии возложили цветы к памятнику казакам и мемориалу павшим воинам. Казаки нового поколения не только чтут традиции, но и смело смотрят в будущее. В Краснодаре состоялся первый съезд Союза казачьей молодежи Кубани. Организации нет и двух лет, но она уже насчитывает 95 тысяч человек. С ребятами встретился губернатор Краснодарского края. Говорили о задачах и планах, которые стоят перед казачеством в регионе. И взгляд от подобной грации не отвести, но и шутить с такой казачкой не стоит. Пока шашка в руках деревянная, но управляются с ней ученицы казачьей школы на зависть мальчишкам. Для 10-х и 11-х классов здесь фланкировка – обычное дело. Правильно обращаться с холодным оружием на Кубани учили издревле. В станице Холмской в казачьей школе обучается 876 ребят. Кто-то из них потомственный казак, а кто-то сам решил погрузиться в культуру и традиции родной земли. Ведь куда интереснее узнавать о том, как жили твои предки не только из учебников, а вот так, наглядно, что называется, потрогать историю своими руками. На рукояти у нас отсутствует гарда, которая должна защищать пальцы бойца. Но поскольку казаки любили вольный бой, им надо было постоянно перебрасывать шашку из руки в руку, а гарда мешала это делать. Идея объединить юных казаков со всего региона на одной площадке пришла совсем недавно. Полтора года назад по инициативе губернатора был создан Союз казачьей молодежи Кубани. Сейчас в его состав ходят 95 тысяч человек. Сегодня на первый съезд организации в Краснодаре собраться, конечно, смогли не все, но даже на улице было сразу заметно ребят в форме и отличительными значками на груди. Это воспитывает нас мужчины. То, что я должен быть сильным, то, что я должен любить свою родину. Это воспитывает меня. Ответственность появляется. На казачьей линии идет дедушка казак был, его отец тоже. Получается, все Кубани. Союз казачьей молодежи – это не место, куда просто сгоняют мальчишек и девчонок. Это площадка, которая должна объединять единомышленников, обращается к собравшимся губернатор края. Юные казачата каждую неделю организуют по полсотни мероприятий. Это помощь ветеранам и инвалидам, уборка памятников и проведение спортивных соревнований. Но самое главное – через помощь другим сохраняется культура и традиции казачества. Важно в жизни быть казаком. Пусть маленьким, но казаком. То есть не потому, что вы входите в союз и там числитесь. В жизни вы должны где-то отличаться от своих сверстников. Быть более активны, приходить на помощь, обладать теми качествами, которыми всегда обладали люди, которые жили на этой земле. Состраданием, милосердием, человеколюбие. Это принципиально важно для того, чтобы жизнь была гармоничной. Чтобы на самом деле за пределами этого зала вы себя чувствовали членами одной большой казачьей семьи. Казак в стародавние времена, когда выходил в поход, да или просто из своей станицы, он никогда еду с собой не брал. Потому что в любом курине, в любой станице его встречали как родного. Кормили, поили. Это была по-настоящему одна большая казачья семья на нашей Кубани. Мы сегодня не хуже, мы современные, но принципы жизни народа на этой земле мы должны сохранить и передать нашим последующим поколениям. Вы по возрасту разные здесь все, но ответственность у вас у всех одинаковая. Одна перед своими предками, перед своей землей, перед нашим народом. Одна. За развитие кубанского казачества. Школьники, студенты, все, кто собрался сегодня в зале, и есть та свежая кровь, которая должна перезагрузить казачество. Дать новый импульс его развитию. Какая бы красивая форма у нас ни была, но если мы не будем делать какие-то общественные полезные дела или проводить мероприятия, у нас не будет авторитета и уважения среди населения. Тех населенных пунктов, где вы проживаете. Я как атаман кубанского казачьего войска и мои подчиненные атаманы, мы надеемся, что именно вы после окончания школы придете в ряды наших первичных и районных казачьих обществ. А лидеры ваши придут на смену нашим атаманам. Сегодня вас уже почти 100 тысяч. Мне кажется, что самое главное, чем вы сегодня можете поделиться со страной, это тем, как вы умеете дружить, как вы умеете хранить традиции, как вы умеете любить страну. Сегодня здесь накоплен совершенно колоссальный опыт. Нигде больше, ни в одной территории нашей страны нет таких активных, дружных и деятельных казаков. Атамана в современных условиях вполне можно сравнить с грамотным менеджером, ведь по сути все управленческие функции именно на нем. И чем раньше начать прививать организационные навыки, тем легче мальчишкам и девчонкам состояться в будущем. В каждой казачьей школе на Кубани специально выбирают своего атамана. В школе я смотрю за дисциплиной, рассказываю своим одноклассникам, привлекаю их к общественной работе. И также мы проводим различные мероприятия, конкурсы, посвященные казачеству. Пожалуй, самый главный показатель того, что работа проделана не зря – количество членов Союза казачьей молодежи. За полтора года их число увеличилось почти на 10 тысяч человек. В своем выступлении в конце съезда Вениамин Кондратьев предложил в следующий раз немного изменить сам формат встречи. Следующий съезд мы чуть-чуть проведем по-другому, потому что это ваш съезд. Здесь должны, в первую очередь, вы в основной мастер быть за этой трибуной. И рассказывать, как у вас идут дела. Делиться опытом и максимально все вместе сконцентрироваться на новых задачах, которые вы, именно вы, на этом съезде должны выработать. Это ваш съезд. Это ваш союз казачьей молодежи Кубани. И вы здесь должны быть главными на этом съезде, а мы всего лишь приглашенными на ваш съезд. Заседание съезда длилось больше двух часов и завершилось меткой фразой губернатора про то, что обо всем казачестве могут судить даже по одному человеку в форме. Стоит помнить об этом, когда надеваешь казачий мундир. На сегодня это все. Будьте в курсе всех событий своего города и края. В студии была Инга Габиши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова